Добрый день! Приехали мы на Чкаловское водохранилище, что расположено совсем недалеко от Караганды, от трассы при Шахтинск-Тимиртау. В прошлом году показывали, раньше показывали эту зону. Сегодня тоже посмотрим, как здесь можно отдохнуть. Рядом с хорошей зоной когда-то, да, Бригантина, Пионерский лагерь. Вот что-то не видно. В прошлом году здесь кто-то был, сегодня никого не вижу. Ну, а здесь есть люди. Будний день, но приезжают, отдыхают, купаются. Такие беседки, ну, вполне комфортные. Там и мангалы, и все есть, значит, 10 тысяч. Просто аренда беседки. Сколько там людей будет, это другой вопрос. Такую панораму сделаем. Этой, можно назвать, зоной отдыха. Беседочки, столики, лежаки, диванчики стоят, мангалы рядом. Ну, и там тоже более такое капитальное строение. Берег не песок, но вполне приятный. Самое главное, очень хорошая вода сейчас теплая. Ну, и в 30-ти градусную жару можно здесь сидеть. Будет тебя ветром продувать. В общем, не будет слишком жарко. Поэтому, с учетом того, что это недалеко от Караганды, с учетом вот названной мною цены, я думаю, что вполне можно неплохо отдохнуть. Лежаки, мангал. Чистая вода. Ну, а чистоте воды можно судить, потому что здесь водятся раки. Очень неплохие раки. Крупные раки. Не один год уже их ловят здесь. Рыбаки стоят. Рыбаки стоят. И не только раковы, конечно, ловят. В первую очередь рыбу. Как утверждает рыбацкая молва, в этом году даже щуку поймали. Любители рыбаки из лунки. Там чуть ли не на 10 килограмм вытянули. Свидетелем не был, но, по крайней мере, так утверждают. Вот окунь есть, плотва. Так что даже порыбачить, поискать свою рыбацкую дачу, тоже можно сюда приезжать. И не только летом. Здесь есть баня еще. Вот слева она. Тут, наверное, из бани вынесли. Помыть корыто. Ну, а что? В баньку и потом в воду. Что еще надо? Вот. Поймалась рыбка большая. Ну, вообще клевало, да, чего-то? Или еще пока нет? Нет. Да, клевало. Принтересно. А какая рыба? Чука клевала. А? Чука. Чука клевала? А, ну, вот видите, как здорово. Хорошо, если щука есть. Ветерок поднялся. Ну, это даже очень хорошо. Вода очень теплая. А температура воздуха уже за 30. Прям скоро как морские волны пойдут. А это что у нас там? А, ну, это дикий пляж, так называемый. Кто предпочитает менее комфортный отдых, приезжает вот на эти места. Ну, откровенно скажу, вызывает сомнение такое удовольствие. Ну, прежде всего, исходя из того, что очень жарко. Где там в тень спрятаться? А во-вторых, ну, вот смотрите, машины поставили прямо на берегу. Прямо на берегу машины поставили. Ну, как-то вот с точки зрения культуры отдыха это вызывает тоже определенный вопрос. Ну, и самое главное, то, что мы, к сожалению, повсеместно наблюдаем, это это то, что приехали, все, что с собой привезли, не доели, не допили. там и оставляют так называемый Дикий пляж. Слушайте, ну, я понимаю, ну, вот это вот дело, наверное, мягко говоря, да. Да, вот я не поленился, сюда пришел. Слушай, все так вот, да? Приехать. Люди, что же вы делаете-то? Ну, это кошмар просто. Я еще по всем кустам не прошелся и проходить не буду. Ну, это, конечно, кошмар. Вот вам Дикий берег. Хотя эта зона принадлежит ли каким-то людям все равно. Ну, не реагирует, народ ездит. Ну, к сожалению, вот так вот получается. получается получается очень печально. Ну, вот опять ложка дегтя. Рядом чистенькая зона, все. Отдохни. Забочи, чуть убери. Вот это вот такое безобразие на берегу вот этого прекрасного водохранилища. Не так много нас водохранили, чтобы такие вещи позволять себе. Ну, пока я отошел от этой зоны пляжной. Вот еще один подъехал прямо на берег, все нормально. Ну, наверное, так и нужно действовать. когда ты знаешь, что за тобой после твоего отъезда останется чистота. Но, увы, честно говоря, буквально аж сердце болеть начинает, а? сердце болеть начинает. Хороший, в принципе, пляж. Есть где там искупаться для детей. Ну, в таком свинарнике быть, наверное, это надо иметь тоже крепкие нервы. Ну, и так, если вы уже говорите о естественной физиологии, туалетов там точно нет. Туалетов там точно нет. Пожалуйста. Зона обустроенная. Лежаки чистенько. Ну, есть хозяин, есть чистота. спасибо этому озеру, именно этому месту за сегодняшний день. Все очень здорово в плане комфорта. вода, тенек, ветерок. Ну, за исключением того, о чем я говорил. Всем всего хорошего, хорошего отдыха, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Спасибо.